Личность пророка Мухаммада, мир ему, волновала людей во все времена. Многие исторические персоны упоминали его в своих работах. О пророке писали Наполеон и Чаадаев, Гёте и Бернард Шоу. И даже наши известные современники, например, Паула Каэлью, не могут остаться в стороне. Мы собрали для вас самые яркие высказывания. Петр Чаадаев – философ и публицист, резко критиковавший власть за условия жизни простых людей. За это он был объявлен правительством сумасшедшим, а его работы запрещены к публикации в императорской России. Вот что он писал в своих философских письмах об исламе и пророке Мухаммаде, мир ему. Необходимо признать, что несмотря на дань, которую этот великий человек заплатил своему времени и своей родине, он заслуживает несравненно большего уважения людей, чем толпа бесполезных мудрецов, которые никогда не умели воплотить и использовать ни одного из своих измышлений, а лишь и раздробили человеческое существо вместо того, чтобы стремиться к объединению разрозненных элементов его природы. Гёте не заявлял во всеуслышании, что принял ислам, но многие исследователи склонны считать именно так. Слишком уж большое внимание он уделял в своем творчестве поклонению Всевышнему, личности Мухаммада, а также исламу в целом. Несмотря на неоднозначность личности Наполеона Бонапарта, нельзя отрицать его блистательный ум и способность к анализу. Вот что говорил французский император об исламе. Я надеюсь, что время, когда я смогу объединить всех мудрых и образованных людей со всех стран и установить единый режим, основанный на принципах Корана, который является единственным и верным руководством, способным вести людей к счастью, не за горами. Бернард Шоу тоже интересовался личностью пророка Мухаммада. Вот что он сказал в 1936 году по поводу намеренной демонизации ислама. Средневековые священнослужители по невежеству или фанатизму окрашивали мусульманство в самые темные цвета. Фактически, они были обучены ненавидеть человека Мухаммада и его религию. Для них Мухаммад был антихристом. Я изучал его, замечательного человека, и, на мой взгляд, он далек от того, чтобы быть антихристом. Его следует называть спасителем человечества. Я верю, что если бы такой человек, как он, взял на себя управление современным миром, он бы преуспел в решении его проблем таким образом, чтобы принести ему столь необходимый мир и счастье. Несмотря на то, что Каэлья является христианином, он много раз позитивно высказывался в отношении ислама и личности пророка Мухаммада, мир ему. Они, критики Мухаммада, видят огонь вместо света, безобразное вместо хорошего. Они искажают и представляют каждое хорошее качество, как великий порог. Это отражает их собственную порочность. Критики слепы. Они не могут видеть, что единственный меч, который есть в руках Мухаммада, это оружие милосердия, сострадания, дружбы и прощения. Оружие, которое покоряет врагов и очищает их сердца. Его оружие острее, чем стальной меч. Кстати, особенно показателен в этом плане случай, когда Каэлья выложил на своей странице в Facebook фото Корана с подписью «Книга, которая изменила мир», за что получил в свой адрес множество негативных комментариев и заверений, что ислам плохая и агрессивная религия. На это писатель напомнил про крестовые походы, охоту на ведьм и препятствия, чинимые христианством развитию науки. И уточнил, что нужно обвинять не религию, а людей, которые прикрывают ею свои дурные помыслы. А вы знали про эти высказывания известных людей? Пишите в комментариях.